Лучше всего к деятельности побуждают собственный пример. Именно поэтому в областном центре зародилась традиция наводить порядок на территории лесных массивов. Ликвидировать несанкционированные свалки быдовых отходов, убрать лесную территорию, примыкающую к автодорогам и вокруг садовых товариществ, на территорию Муховецкого лесничества, эти и другие задачи откликнулись выполнить учащейся средней школы номер 14 города Бреста. Обойдя площади в несколько десятков гектаров, они собрали порядка двух кубометров мусора. Мы сегодня к этому мероприятию приобщили школьное лесничество нашей школы подшефной 14 города Бреста имени Ефима Моисеевича Фомина. Эти дети ежегодно у нас принимают участие как по уборке леса, так и по посадке леса. То есть на протяжении моих шестой год я работаю здесь, на протяжении шести лет они уже посадили десятки гектаров леса. К слову, помимо уборки лесных массивов, для детей была запланирована экскурсия на территорию новой посадки древесных культур, которую высадили их предшественники. За пару лет дерево достигает высоты около двух метров, а значит результат труда ребят в ближайшей перспективе будет виден издалека. Такой наглядный пример побуждает учащихся бережнее относиться к окружающей природе. Два года назад на этом месте рос такой же лес, как и за моей спиной. Но напал стволовой вредитель вершинный караед. Была проведена сплошная санитарная рубка на площади 0,6 гектар. Порубочные остатки были сожжены. И была произведена посадка леса составом семь сосны, три березы. Данная посадка это наглядный пример для подрастающего поколения, как важно сохранять, любить и ценить лес. Специалистами Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 2021 год объявлен годом лесных культур. А значит основной упор будет сделан на выращивание сильных и здоровых легких природы.